что-то хорошее под серебряным дождем добрый вечер дорогие друзья радиослушатели прогрессивной станции серебряный дождь ну что хорошего вам сказать с вами валерий сюткин я в гостях сегодня алекса дубаса алекс немножко задерживается я пользуюсь случаем хочу сказать вам что он очень интересный человек мы познакомились с ним во время олимпиады в сочи в 2014 я пришел к нему на эфир мы мило побеседовали мы оба обожаем юрмалу и рок-н-ролл и это нас прямо настроило на одну волну а я пока алекс едет к нам с удовольствием анонсирую вам что у меня день рождения завтра круглая дата ну так сказать что совсем круглая даже сказали что она бывает два раза в жизни всего если вы до 120 доживаете но с учетом медицины прогрессирующей добрый вечер валерий может быть и три раза в жизни чего я вам желаю хотя желать в порядке нельзя здравствуйте вот ну алекс на подходе поэтому я вас всех с удовольствием приглашаю 24 в субботу 24 марта в крокус сити холл у нас а вот и алекс алекс я тебя приглашаю всех наших радиослушателей 24 марта в крокус сити холле юбилейный концерт все по-настоящему уже об этом расскажу чуть позже а сейчас вот что хорошего сказать с нами алекс дубы привет мари привет простите друзья не моя вина не моя вина собянин говорите на собянин я просто был у него на полднике прикоснулись к нашему великому трафику московскому да 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 фух вечер а мы уже говорим о концерте до предстоящем я просто сказал что он у меня будет а сейчас мы можем поговорить я предвкушаю мари была ли ты нас точнее на скольких концертах где играет валерий сеткин ты была в валерии пожалуйста сделайте вид что вы меня не слушаете вот здесь хорошо я никогда не была на концерте валерия сеткин это отлично подожди ты что ну как так получилось а браво когда он играл в браво не было нет ты представляешь я не была я был как минимум не считая вот каких-то мероприятий где мы встречались вот таких ну закрытых назовем их так концерт группы браво в севастополе где я служил моряком на флоте да вот это какой был год это был 89 или 90 год в 89 не мог я в браво и 90 пришел ну значит 90 или там 91 ну вот севастополь мог до моряков что три года прям два с половиной два с половиной и вот да группа браво совпадает 91 это по и мы этими знаешь без козырками а какой был прекрасный концерт в прошлом году в театре эстрады и это был не обычный валерий сеткин это был такой утесовский сеткин такой ну слайд джазом да 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 поэтому я к чему это к тому что то что вот будет 24 в крокусе там а вот что значит концерт ты знаешь эти песни вроде бы они нет это спецподготовка я вот я сидел в этом театре и господи и вот каждая каждая песня вызывала во мне столько ассоциаций столько всего приятного это же ну ты история друг мой ты же знаешь что такое музыка да это лучший накопитель памяти вот вспомнишь к постарше вот флешкой ты говоришь цифровым языком а для ламповых людей я переведу помните был такой стержень металлический на него в магазинах чек накалывали бумажные выбираешь и накалывали на чек вот так на мелодию нанизываются все наши жизненные впечатления и чем дольше мелодия с тобой тем больше вот этих воспоминаний как ты умеешь так говоришь мне после каждого твоего предложения хочешь сказать ну так давайте выпьем за это но знаешь я тебе хочу сказать что вот я когда слышу какой-нибудь ну например рамболон со второго лодзеппелен я вспоминаю вплоть до запаха все понимаешь вот как комната где это было все сразу все приходит и вообще эти хочу сказать вот я вот сижу в очках с возрастом люди видят хуже но глубже и так давайте же выпьем остряйте я кстати скажу слушателям какой прогрессивный пиво можно посмотреть на происходящее в студии silver.ru у нас работает трансляция вы валерий фантастической форме мало того что вы выглядите как герой фильма квентина тарантина но такой интеллигентный бешеные псы интеллигентные бешеные псы вчера был день рождения у замечательного моего ровесника который на на день старше или гарри олдман вчера праздновал до 60 лет представляешь он оскар получил к своему дню рождения а ты вот а я получил сегодня вот можно посмотреть вечерний ургант от ивана замечательные островом и поздравление был так весело такую форму придумал этом насмеялись но там шутки запланированы или такие нет ну расскажи как вы пошутили спойлер я вошел ванна абсолютно вот честно клянусь никаких сценарных заготовок он мне просто говорит так валерий ну ты сегодня как солидно может что тебе сыграть на вход я говорю ну может я знаешь по простому зайду через кухню ну знаете замечательный анекдот когда музыканты на все мероприятия их музыкантно давайте пройдем через кухню говорят организаторы а через кухню то бишь через группы фрукты вот ванга ты чё сегодня можешь с фруктами же сыграть или на этом стану буду вешать какие-нибудь аккорды финале он горит у меня к тебе просьба не говори фруктом что элвис умер и тут я на полном серьезе фактически вот уже рассказываю не то что происходило давайте я лучше вот что скажу чем мой концерт 24 будет отличаться от всех концертов которые играл до этого давай но у нас еще две темы к тебе во первых мари хочет развернуть вектор как хорошо выглядеть и вообще это мы сделаем а мне интересно твоя судьба знаешь вехи ну смотрите давайте тогда с концерт да концерт я не писал нигде что это юбилейный концерт и нигде не старался не афишу что придет тот и весь список ведущих музыкантов во первых концепт я решил не обижать своих друзей по эстрадному цеху и в основном это такие матерые рок-н-ролльщики за исключением одного обожаемого мной музыканта зовут его леонид агутин вы знаете что ли он сделал вот это я узнал только вчера что я набираю он не берет трубку какое-то время и вдруг потом поднимает его импресарио верный директор таня лавина игорь валер извини мы летели мы в владивостоке или какой владивосток у меня в субботу лёня играет в юбилейном концерте гонгать ну да он прилетит на один день и назад в тур и я встал как это круто прилететь на один день чтобы выступить у товарища на юбилей причем я ему делаю сюрприз вот концерту у меня есть замечательный мега музыкант друг игорь бутман у него московский джазовый оркестр монстры я вот как только у меня идея родилась с оркестром я ни секунду не сомневался что это с ними у меня мой аранжировщик музыкальный руководитель все-таки рок-н-ролл бэнд михаил самин сделал убойные аранжировки вот такие знаешь такой вот как как бы аналог провести вот у пола анка есть альбом когда пока артист не запил ты понятия не имеешь что такое да вот мы сделали именно по этому принципу и я сделал одну песню морального кодекса одну песню леонида гусина одну песню машины времени и одну песню группа ленинград группа ленинград нет и одну песню женьки маргулиса но ее тоже машина пела вот эти представляю насколько это может кстати летит из питера тоже на три часа что у него там свои есть неотложные дела но он прилетает 8 вечера приезжает крокус сити холл где состоится концерт поет со мной ленинградский рок-н-ролл и улетает играть ленинградского ребят самолет из владивостока из петербурга прилетают и через несколько часов люди назад а то очень круто ну прям знаете это напоминает другой фильм друзья оушена какие-нибудь да и кстати тоже подходишь по костюмчику черный костюм смокинг галстук селедка и первая эпоха вся растекнутая вот тебе подход и ключ к хорошему самочувствию все надо делать с влюбленностью в свое дело пока ты занят это во первых самое эффективное но если не самое эффективное точно самое дешевое лекарства на земле вы заняты и все и вы не болеете ни когда к вам эти вирусы или болячки они не прилипают они отлетают потому что вы не мешаете организму держать оборону как только я открываю любой журнал или смотрю любую медицинскую программу я заболеваю всем о чем там говорят или о чем пишут поэтому я никогда не открываю никаких вот этих медицинских книжек давайте же за рефлекс какой-то получился очень понравился мы никогда не скажем алкоголю до свидания красиво скажем ему скажем у добро пожаловать в мир ярких красок хорошего настроения и умеренности и здорового образа жизни который у нас происходит в студии катя из нижнего новгорода вы никогда не читаете моих сообщений но сегодня мне кажется надо отменить это проклятие и катя ну-ка я за вас заступлю давайте валерий мне срочно пишет катя надо передать валерию что я была в него влюблена в детском саду я ничего не знала о взаимоотношениях полов и поэтому я просто мечтала чтобы однажды он забрал меня из детского сада и проводил домой и чтобы по дороге мы болтали и спели его песни это самая милая моя детская влюбленность я люблю его до сих пор я вот как иду мимо детского сада и чувствую прямо как флюида какая-то вот не то время когда надо говорить об этом сдали я вы извините так с таким знаешь у валерия голос мы выяснили доверительный сип в прошлый раз да ну вот когда ты доверительным сипом говоришь когда ты идешь про мимо детства не надо не то время дружище не то хмурые времена не время выделяться это точно да ну просто сейчас раньше когда взрослый мужчина ну александр а он мил шел там с девочкой или с мальчиком ну хорошо взрослый дядя рассказывает сказку сейчас вот сам видишь мне знаешь понравилось очень у михаил михаилович ванецкого как он про наше время сказал поделись улыбкой своей и тебе не раз ее еще припомнит так давайте за это выпьем мария молодец вот видишь значит дуэт что значит дуэт флюиды пошли какие-то смотри как много ты просто целую волну всколыхнул вот из атланты к нам брызги донеслись валерий какая удача спасибо вам за вашу песню песни которые я напеваю себе не только вот уже почти 30 лет спрашивают про новое а вот кстати как ты работаешь мы столько раз встречались и ни разу как правда не говорили о новых синглах о новых песнях новых компаний нужно тебе это вообще-то да нужно не нужно мы в юбилейном концерте у нас есть между нами всегда самый скучный на концертах некоторых музыкантов сейчас мы вам хорошо не буду говорить на наши новые на наши новые песни из нового альбома сейчас так посидим а потом пошли конечно и я как поклонник любого коллектива на которой прихожу на концерт который мне нравится ничего нового от него слышать не хочу я хочу то ради чего я приобретаю билеты прихожу увидеть те хиты отсюда на естественно вправе ожидать и какую-то бравовскую ретроспектива то есть вася прозвучит оранжевый галстук пожалуйста вот линрок принципе моего не всегда ленинградский рок-н-ролл играет но здесь такой повод с серёгой спеть линрок вдвоем это круто обязательно 7000 на землей обязательно пожалуйста вот вот как вот на заказ ну нельзя же это же не уважение к зрителям но чуть-чуть новенького что-нибудь сыграем вот в лице хотя бы этих оркестровок не моих новеньких знаете вот я делаю подарок что я хочу я хочу взглянуть в глаза леоне агутину или мазаю что мы сделали с их произведениями сказать спасибо за то что они есть в моей жизни потому что я их очень люблю не говоря уж и маргулис и блю шанхай для которого мы серёжа мировым 88 году прошлого века написали 30 лет блю шанхай в этом году представляешь вот кошмар вот так что вот такой что-то я тебе еще про жизнь на вопрос не ответил потому что ты задал вопрос в начале программы я сказал что про концерт потом как выглядите ну я сказал характер я думала что так тебя хочу спросить не завидовать я не ну да нет я же задаю вопросы те которые волнуют меня конечно моей жизни поэтому проецирую их на у меня родился сын на три недели назад я тебе поздравляю хотя сделал это очень убили дружище спасибо назвали федей ну федор я очень любопытно мы руководствовались женой мотивация ну вы стали перебирать имена мальчиков и выяснять нет ли ну слабовольных слюнтяев негодяев каких сомнительных вот людей с такими именами вот и вот таким образом отбрасывали и потом выяснилось что у нас совсем какое-то грустное общество я сейчас шучу на самом деле но сам подход мне понравился назвали федором и за нас нас сразу благословили достоевский тютчев кто там еще ушаков и бондарчук но тут же появились ушаков нил нет ушаков федор да адмирал да все поняли да хотя с другой стороны есть федор емельяненко конюхов а это так ну для меня смысле я бы не хотел чтобы мой сын был раз боксером потом пришли на помощь теодоры которые тоже федоры курензис там рузвельт вот а как ты выбирал имена для детей извини за подход странный отличный вопрос на самом великолепный вопрос значит мою старшую дочь зовут елена потому что елена так звали ее бабушку и она не дожила к сожалению до появления я тут не возражал чтобы было увековеченными а сына моего зовут макс и скажу честно я в коллективе группа зодчий объявил тот кто тот кто проспонсирует свое и свою версию литражом вот того что ты так сегодня хочется да кто проявит себя в литраже проставленного флакона тот и будет ближе к своей мечте чтобы я назвал своего сына так как так как и у нас был администратор по имени максим макс и он говорит я оставлю ящик круто щедро макс коньяк да щедро сказал я набрал матери моего ребенка в тот момент женщины на девятом месяце с беременности и спросил на как ты думаешь назвать мне нравится имя максим яграю так был вопрос решен но лучше всего жизнь вот так обстояла с виолусиком значит имя друг там мы примеряли какие-то имена дело в том что у меня фамилия смешная достаточно при она ничего не значит но как-то мне есть такой как бы улыбка такая вне еще есть французский шарм я всегда и уморю что эта фамилия переводится от сюткинг королевский свит чтобы меня селили в правильные номера периодически я сюткинг говорю что дружба это круглосюточно эта песня которая вот ну вот так вот обыгрываю но я к чему это говорю дети со смешными фамилиями меня когда в школе кто-то дразнил там сюта или там еще как-то это тебе всегда дают мотивацию и при подборе имени согласитесь что ричард сюткин это ну немножко круто понимаете ли что-то там еще вот поэтому имя хотелось какое-то оригинальное и у нас были версии с велой но вот я их на друзьях так сказать проверил и и все была какая-то нестыковка и вдруг я говорю своей любимой женщине виоле я говорю а почему нам не заводить на нашу дочь будущую как тебя вот она говорит ну ну это как-то не оригинале чего же не оригинал это очень удобно я буду вас звать виола вы будете вдвоем приходить я буду загадывать желание будут исполняться и как-то вот так само собой я так постепенно подготовила мы назвали последний момент вот прямо вот велась девочка я на нее посмотрел сказал виола и так получилось все-таки на виолу и у меня вот виолизм такой в семье вот мы тебе честно прекрасная история помните тот анекдот когда одна женщина пришла ну в какое-то государственное учреждение с 15 детьми и всех детей и мальчиков девчих звали саш помните нет нет я не знаю а как это саша это сашенька саша саша все саша да а зачем вы так а удобно ответила она как ты ну я саша обедать и все идут обедать саша там на улицу все идут на улицу да как же вы их ну вот так различайте а по отчеству а вот наш звукорежиссер смешно было и сам петрович наш звукорежиссер александр петрович я почему вспомнил он встретил девушку с которой у него когда-то был мимолетный роман через 20 лет она пришла на концерт помнишь саша мы встретили с тобой да она говорит я удачно вышла замуж потом но сына назвала в твою честь искандер скажи про папу у тебя отчество миладович я вхожу в клуб редких отчеств в этом клубе есть в мире миладович потрясающий иронизатор кстати один из лучших на мой взгляд ведущих серебряного дождя матецкий владимир леонардович у меня в группе лай джаз на аккордеоне играет александр фараонович мартирует фараонович вот а я валерий миладович сюткин это это отчество милад папина имя бабушка изобрела не то что это какая и барабиатура просто я хотелось выделиться это вот вот она придумала это несуществующее имя есть имя милад тимофей на кончике это да так называют часто где то на балканах детей милад но я вот миладович но 10 лет назад ровно у меня день рождения завтра 20 марта 22 марта 2008 года я праздную тесной компанией на 200 с лишним человек свой юбилей полувековой и мои друзья сделали про маушен какой-то и короче говоря министр культуры того времени михаил фим швыдкой берет самом начале праздника я начинаю я люблю сам держать конферанс на своих днях рождения но стоп стоп посторонится валерий миладович дорогие друзья я имею честь и удовольствие сказать что валерий миладович замечательный артист несколько слов развернутых о моей артистической карьере валерий миладович достойный сын обращаясь к моим родителям несколько слов комплиментов обо мне моим родителям валерий миладович такой такой ну что я много говорю президент уполномочен меня вручить сегодня звание заслуженного артиста и я поднимаю этот бокал за заслуженным артиста валерия миладзе и тут ай простите я говорила валерий миладзе и александр гафин мой друг он сказал дорогие друзья после министра культуры можно нести любую и крепко добавил и вечер кстати удался благодаря вот этому контрасту так что и михаил фимч очень благодарен и за официоз и за юмор напомню нашим слушателям что валерий миладович еще и детский писатель но об этом мы поговорим во второй части программы да пишите пожалуйста ваше смс-сообщение плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 продолжим через четыре минуты что-то хорошее под серебряным дождем серебряный дождь сто ровно и одна десятая фм silver.ru ты далеко от меня запеленной другого дня но даже не не сможет помешать перелететь океан и разогнав крылом туман у вас ночных небес скорее тебя обнять вот так же двадцать четвертого будем подпевать в крокусе всем этим песням ребят все вместе сколько там несколько тысяч там пять сколько пять восемьсот нас будет пять восемьсот а то что нас будет только я не удивлюсь мы после сегодняшнего эфира у нас на самом деле все вместе поют круто давно уже купили весь портер там какие-то локальные может быть самое главное теперь балкон и это самая демократичная часть в цена от по-моему полторы тысячи стоит на балкон и так приходите 24 марта крокус сити холл а пока вот сейчас звучала песня алекс зачитал мне послание из апрелевки пришло где ребята благодарят они как на родине наших фирмы я даже сейчас да скажу что вы валерий пишет сергей о лицетворении эпохи качественной музыки вы знаете я недавно смотрел программу про девяностые и когда музыка девяностых все время вспоминает ласковый май мираж там и никто не помнит что было две команды у нас действительно было две команды да браво и любые которые просто вот тащили эту там нам гадут чего включите уже кнопку мы говорим это рок-н-ролл его нельзя отцифровать как-то играть по какие-то как молодежь говорит с дососом с этими подкладами с компьютерами его надо вот здесь и сейчас только в живую это никакой не подвиг это огромное удовольствие что чуть-чуть что это как вот мой коллега юрий лоза предъявлял претензии кроллинг стон что они якобы играть не умеет так вне там весь вся прелесть что они так вот шатается чуть-чуть этот кис ричардс это и есть рок-н-ролл это вот это где-то не ровно где-то что-то такое да нет никому не нужна эта ровность а скажи про к н-ролл ты вот упомянул группу зодчие я упомянул зодчик сегодня или я себе в голове это вспомнил давайте же за это выпьем что все рождается в голове зовущий а еще какая была еще не зря у тебя спектакль прометей называть все время готов с пакелом нашего движения неоалкоголизм вперед неоалкоголизм это зуши валерий в наши времена вот можно я вам хочу сказать вот вот поверьте мне мне неудобно это говорить в радио эфире умеренность да но вот этот полное вот это вот это мы не приемли это все это все равно что ничего как в песню если у вас нет собаки и ты или к если вы не живете вам и не умирать да вы же с ума сошли конечно будем делать маленькие нарушения да я не помню ни одной песни группы зодчий а я тоже не помню дело в том что это с моим участием мы конечно играли часть песен из репертуара выше упомянута юрия дуарча по фамилии лоза ага мы играли и мать пишет юра сам ее пел я на басу играл я помню и девочку в баре и я умею мечтать но когда юра пошел в сольные плавания мы сделали такую программу я и в телефоне этим грешил такой как музыкальный филипп телефон это первая группа играл валерий миландович может быть не знаю там было про льва абрамовича и сулеман сулеманч а здесь мы сделали у нас был металлист петров смешная песня у нас были всякие такие то есть на зло будня такие сатиры да было своего рода или нет да в принципе то что вот как чем квн с камеди клубом занимается тогда не было квн он временно молчал то есть была ситуация в 60-е годы квн был потом была пауза и потом его в 90-е возродили так вот мы как раз очень в отсутствии к время вот эту нишу заполнили у нас очень были смешные эти эксцентрические номера но вот как отдельный сингл их крутить было нельзя и в момент когда пошла перестройка вот уже поздняя и юра давыдов захотел там не прикладывать наших вождей вот это я не люблю вот я убежден что интеллигентные люди как например во франции вот памятник защитникам бастилия вот памятник им те кто кто-то брастилию бра сравнял да и они оба уживаются ну как то это вот это именно такое неандертальское какое-то вот взять дубину и все разломать начали делать надо это история из нее надо извлекать уроки и уважать и тех и тех понимаешь вот мое мнение вот такое выпьем за это давайте почему ты правда так говоришь грузин какой-то а до а расскажи про телефон что это было за проект у это я вернулся из армии моторола 86 меня начало потихонечку потихонечку от музыки народные хозяйства надо же определяться тебе уже 20 лет взрослый мужик надо я понимаю что я люблю играть на танцах и как-то вроде все как с кем я играл до этого они уже все институты по заканчивали и начали к семьями обзавелись и кто видеомагнитофоны ремонтировать если у тебя радиотехническое образование кто там в другие профессии и вдруг звонок дверь открывается прям две телефоны уже мобильных не было мой домашний никто не знал найти его невозможно никаких тебе ни соц сетей ни спутников и в двери стоит мой бас-гитарист из армии с кем я играл незначительное время в начале и говорит валер мы ищем вокалиста не хочешь вот у нас группа маленькая я приезжаю хорошего уровня ребята все играют я говорю а чем вы заняты вот готовимся к конкурс мы такую песню написали песня в лучших традициях отечественных вия я говорю а вы на танцах то играете ну могут одну песню сделали с ума сошли начале нужно наработать мышцы ну-ка смоги взяли альбомами ну-ка а дальше вот эту одну какую-то пробуем репетировать и полтора два года вот этих выступлений с телефоном привели нас долгопрудный где мы на фистике стали играть вечера в кофейне и участвовали на фестивале там я видел браво группу уже на сцене восемь третьем но это чуть позже было потому что в восемь сторон нам сделали предложение что вся эта группа телефон стала профессиональной от кировской филармонии работа и вот это был наш переход профессионалы сейчас бы найти да и вот эти записи архивно это есть я знаю не хочется отвлекаться но это было очень остроумно мы играли такой задорный рок-н-ролл немножко ска такой знаешь мы все длинноволосые пацаны такие я не представляю тебя длинноволосые и мне очень нравился знаешь такой ну скажем статус-кво образный такой назарет очень нравился то что так сухенько с иронией знаешь долл и дзеппелен мы не прикасались дон тач называется но никто не мог вместо джимми пей же играть такие соло это же какой-то за за облачный уровень а вот гитариста как-то там у них питер огнев кто выиграл назарет на гитаре или на басу русский понятно борис карлов вот ну короче говоря копировали кого смогов слейд тех что чуть-чуть папа проще в в мастерстве были вот а потом потихонечку свои песни вот так это зацепилась и у меня кстати сольный альбом был восемьдесят пятом году назывался твис каскад многие приписывают что это еще телефон но он был абсолютно мой сольный альбом я все песни там написал все тексты и знаешь что играл на саксофоне саша степаненко избрала круто мы еще даже с кафтаном не знакомы были а сашка уже играл в этом альбоме и лоза играл на гитаре там у меня в этом альбоме ты пригласил ребят из браво на концерт да но неотложные дела евгений львович я пригласил женю чтобы он сыграл на гитаре но ты знаешь у него к сожалению вот нашлись неотложные дела в день или они были ну короче честно не придут главное что прозвучат песню песни прозвучат это же дети они должны даже если родители расстаются звучать я закончил с москвой закончил свое исследование помнишь я говорил про судьбу историю еще что-то поэтому твой вектор про про зошик и здорово выглядеть в 60 ну я бы сначала выпила перед тем как раз уж начнем говорить мария из москвы когда мне было 14 лет 96 год я уехала в эквадор с родителями на два года и у меня с собой была только лишь одна кассета с русской музыкой это группа браво и тогда я впервые поняла вообще что такое ностальгия я очень скучала по москве под ваши песни я полюбила их на всю жизнь поэтому очень признательно за тот период знаете это очень приятно потому что когда соединяются бывают судьбы у кого-то под я то что надо или как жаль кто-то вот так же как на наш замечательный радиослушатель сейчас вспоминает что это были одни из первых песен которые не слышали что такое музыка она нас сопровождает самый грустный и в самые счастливые моменты и вот в эту мелодию у каждого она своя понимаете вот ну вы эту мелодию тогда никогда не забудете и быть объектом вот таких воспоминаний это мне кажется и есть все каверзный вопрос мне для тебя его прям каверзные знаешь и не дружеские давай вообще не дружеские ли я сейчас скажу почему я говорился в общем группа ленинград есть песня старая когда нет денег нет любви так текст такой вот опять уходит девушка от меня от меня потому что денег нифига нифига и припев когда нет денег нет любви такая и вот значит концерт на ленинград шнур я слышу эти аккорды слышу я такой думаю так чувачок вот ты по версии forbes один из самых высокооплачиваемых музыкантов стороны вот как ты сейчас вообще-то будешь петь вот эту песню то когда нет денег ну тебя же есть очевидно но сочинял то он когда подожди и шнур поет следующий вдруг когда есть да вот опять уходит девушка от меня от меня хотя денег хотя денег дофига дофига и припев когда есть деньги нет любви такая целяви поменял два слова и вообще и гениально получилось а теперь каверзный вопрос и как ты после после этой истории поешь 42 минуты под землей уже я когда ты последний раз был в метро позавчера черт это раз второе я первых 30 лет своей жизни ездил на метро я специалист по кировско-фрузинской линии могу диссертацию написать я озвучил вот этим доверительным сипом за москворецкую линию до 80-летия метро я играл джаз метро прошлом году фестиваль я презентовал музыка метро как член жюри и как исполнитель рупор на боровицкой и самое эффектное было я ехал помню на вылет шереметьево заложил два часа на дорогу и вот то что сегодня с тобой случилось но это было еще до глобальных ремонтов мэр даже был еще у нас другой так вот я встал намертво на тверской и понимая в самом начале на этом и понимая что я в аэропорт точно не успеваю а я был смокинге и просто в костюме смокинге из английского посольства ехали сегодня в галстуке а там прям бабочка смокинг с гитарой сумкой на вылет хотел переодеться в аэропорту и я влетел в чем было в метро с гитарой вот тут знаешь когда ты шапочку оттянул и все нормально и а тут я прямо как прямо вот нате вам с маслом этого артиста и ты знаешь тоже некоторое цепенение говорить о смотри косит кто-то подсюдкина кто-то сказал как отбрил то красиво да какой спасибо молодец так еще давайте камеру какую-то фразу вставить вот ежедневно 42 минуты под землей я озвучиваю сокольники комсомольские ты знаешь во первых это авторская я мог спеть и 22 у меня очень но я помню что я быть на своей когда я барменом работал барменом я каждый день мы два через два работали я каждый день ехал вот туда к 11 утра на беляева метро с площади на гена ныне китай город и это занимает двадцать одну минуту вот прямо засекал я знал что если я сел в поезд через 21 минуту я выйду там наверху но по поводу я озвучивал кировска извини за москворецкую линию и впервые узнаю что оказывается ты знаешь когда звучит женский голос метро а когда мужской нет они с ними ах вот для тебя новость когда ты едешь из центра в спальный район объявляется станции женским голосом вот прямо движение от центра почему жена зовет домой на ужин а когда ты едешь город и слышишь мужской это значит вы едете трудиться мужчина за труду вот тебе подсказка кольцевая кольцевая не знаю вопрос кстати я прямо так сказал за сэм по-моему там нет вот этого а так это оказывается практика мировая это не наш интересно очень круто не знал да даже не знал спасибо за этот факт и слушай я писал вот начале программы сказали писатель я принципиально это оставляю моим коллегам под подождите давайте об этом после рекламы и еще есть одно компрометирующее смс для вас давайте после рекламы что-то хорошее под серебряным дождем и валерий я вам обещала компромат давайте на линии светлана город курск с наступающим днем рождения пишет светлана я валерий хочу отправить вам в студию одну интересную фотографию вам очень интересно будет на нее посмотреть как мне это сделать пишите елена елена вы опишите что еще что на вашей фотографии тоже голос ты вот использовал ты добавил туда интимности а может быть эта фотография про ну я не знаю она была водителем троллейбуса а валерий помогал я в таких случаях сразу вспоминаю моего любимого довлатова у него была великолепная такой эссе в рассказе у меня есть друг он пишет книгу об анне ахматовой книга знаешь как называется как мои встречи с анной ахматовой как и почему они не состоялись и он посмотри на редкую фотографию а я спрашиваю а что там на фотографии как что я на могиле ахматовой со спины как вы написали детскую книгу я комар вот это вот правильный вопрос значит ко мне обращается замечательные ребята георгий гупала из проекта они ведут проект animal book что это такое и для наших детишек очень красочно кто-то из известных людей берет одного представителя животного мира ему дает некий синопсис биологи и зоологи и он опираясь на эти документальные факты должен очень простым нельзя даже мы размножаемся ты не надо понимаешь нас становится больше потому что как простыми словами я говорю ну лев занят тигр занят я говорю я понял ягуары все всех уже расхватали думаю кого же мне взять то про кого мне написать я вспоминаю что моего гуру у михаил михаил жванецкого есть маленький рассказик про комара вы пробовали зашвырнуть комара он не летит куда вы бросаете нет он летит но сам по себе и плюет на вас вывод надо быть легким и независимым и тут же мне георгий мне также говорит нельзя так легкий независимый это сложно поэтому ну опять же открыл для себя массу интересного помимо того что я знал еще из школьной биологии что комар живет четыре жизни как там личинка куколка мотылёк и комар любовь живет три года комар 4 вот пожалуйста наша мужская гордость кусается знаешь что у комаров девочки это я знаю только самки это я знаю да ну вот тебе пожалуйста много я прям книгу начал если ты думаешь мой юный читатель что я тот самый вредный тип который тебя кусал прошлым летом так это не я я стиляга легкий и пилот и и пою рок-н-ролл и летаю а кусается у нас только девочки приходите пожалуйста поздравить валерия все-таки на с днем рождения 24 марта в крокус сити холли юбилейный сольный концерт смотрите ребят мы уже проговорили это это суббота вот ближайшая суббота в 7 часов вечер туда еще надо добраться поэтому запланировать ну чтобы вот это легче кстати это раз и там я ребят скомпенсирую вам весь недостаток песен живых в сегодняшнем эфире что там мы споем для вас все что вы захотите валера говорит что остались самые демократичные билеты поэтому прямо мне кажется надо бакончик немножко есть да и все там где-то сбоку чудесная суббота остальное уже к сожалению все так что вот встретимся там даешь аншлаг на концерте валерий суткин 24 числа спасибо за этот час и слушатели пишут выглядите прекрасным похоже на дэвида боу и знаешь я тебе хочу сказать что мы сейчас все делаем чтобы выглядеть очень много сообщений тебе хороших и описывают какой-то замечательный музыкант его да я хочу сказать что все это правда вот все что они пишут это так и я тебе хочу оптимистично тоже сказать сын богомола знаешь когда самка вступает в контакт она съедает своего мужа и вот сын богомола спрашивает у мамы мама а какой был папа и мама говорит папа был хрустящий чуть солоноватый богатый поливитаминами так выпьем же за это спасибо большое валерий суткин с днем рождения будь счастлив тебя любит а это говорит о том что будешь жить долго и счастлива еще больше алекс передавай привет прибалтики ты знаешь у меня жена рижанка поэтому все замечательно жизнь как мы смотрели концерт группы брэйнсторм с крыши дома твоего да не на крыше дома не не в риге просто замечательно такой есть open air так что ребята до встречи целую спасибо до субботы ребят спасибо